Мы стали свидетелями того, как красота притягивает красоту. Знаменитая испанская фирма Лиадро, создающая шедевры из фарфора, захотела отметить красоту и мастерство двух премы-балерин, танцующих в этом сезоне в Американском театре балета ABT, Дианы Вишневой и Натальи Осиповой. В Нью-Йоркском магазине музея Лиадро на Вест-57-й стрит собрались ценители искусства, балетоманы, словом, избранная публика, угощаясь вином и прочими напитками, они любовались работами, выставленными на первом магазинном этаже, а также на втором и третьем этажах, которые служат музеем. Работы действительно редчайшей красоты, изящества, цвета. Как нельзя, кстати, фарфоровая статуэтка футболистов к победе испанской сборной на чемпионате мира. Но больше всего работ на балетную тему. Директор Лиадро Бутик в Нью-Йорке Элена Миноли рассказала, что эта семейная фирма создает изделия из испанского твердого фарфора. Главное вдохновение художники и скульпторы фирмы черпают в разных видах искусства, но больше всего в балете. В последних работах используются мотивы картин Бега и темы различных балетных постановок, например, Жизели. Так что подарки, приготовленные для двух всемирно известных русских балерин, совершенно логичны. Это наше признание их таланта и наша награда за их достижения в балетном искусстве. Инициатором такого симбиоза декоративного и балетного искусства стала компания «Ордани Артистс», которую возглавляют Сергей и Гая Данилян. Мы очень интересуемся творчеством Леадро, этой испанской компании, и очень часто заходили сюда просто любоваться великолепными скульпторами. И увидели, что у них потрясающая совершенно коллекция на балетную тему. И так вот с Сергеем пришла идея, почему бы не объявить их вдвоем и не сделать такой вот праздник русского искусства и испанского фарфора. Семья Леадро в Испании с удовольствием приняла предложение, и специально к этому дню были созданы две великолепные балетные скульптурки. Наталья Осипова, глядя на статуэтки, сказала, что за этой красотой стоит очень нервная, тяжелая профессия балерины. Эти статуэтки никогда не постареют, они могут лишь разбиться, а живое искусство – сиюминутно. Диана Вишнева призналась, что награда от фирмы Леадро оказалась неожиданной. Вы знаете, такой сюрприз вообще-то, и, конечно, прежде всего, безумно красивые у них работы, статуэтки, и я всегда проходила мимо этого магазина, но даже не решалась сюда зайти. Чем отличается обстановка в американском театре балета от российского? Думаю, что ни одна труппа в мире не работает так, как American Ballet и это. И вам тяжело? Конечно. Для меня включение. Балет вообще жутко сложная штука. Эту мысль подтверждают многие балерин, которые застрахованы, страшно сказать, на какую сумму. В кульминации стал момент, когда Элена Миноли преподнесла балеринам статуэтки. Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер, Раиса Чернина, Нью-Йорк.